Эти препараты действительно внесли такой революционный вклад в стратегию лечения воспалительного забывания кишечника, но наряду с такими вот прекрасными их положительными свойствами, их патогенез, поскольку он связан именно с подавлением иммунной агрессии, иммуногенности, то, с одной стороны, это, конечно, оказывает решающее влияние на подавление воспалительного процесса, аутоиммунного процесса в организме, и поэтому удается достигнуть хорошей ремиссии не только клинической, но и эндоскопической, и даже, говорим, о гистологической глубокой ремиссии. Но, с другой стороны, подавление иммунной системы чревато тем, что начинают говорить о себе опорно-портунические инфекции, которые в нашем организме существуют, но вреда не приносят в определенных концентрациях. А здесь они могут войти, явиться одним из грозных, или не совсем грозных, но серьезных осложнений в течение этих заболеваний язвенного колита и болезни крона в процессе их постоянного лечения ингибиторами альфа-некрозовой опухоли. Вы считаете, использование таких препаратов достаточно перспективным в будущем? Несомненно, конечно, они открывают новое направление, открыли, и сейчас они непрерывно совершенствуются, и совершенствование направлено на то, чтобы, с одной стороны, были какие-то селективные влияния на иммунную систему, они облигатные такие вот, а с другой стороны, чтобы действительно уменьшить риск опорно-портунических инфекций. Так что идет совершенствование различных механизмов, здесь возможно влияние на воспалительные аутоиммунные процессы, они вполне используются в процессе создания этих препаратов, их уже несколько десятков.